МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працуя Марина Джала. Глядите в этом выпуске. Материальная техническая база спортивных объектов региона и разведка туризма. Это иное вопрос. Сегодня у центра уваги у дельников выездной коллегии управления спорта и туризма облавы Канкама. Проверка готовности системы оперативного реагования. У Гомельской области дадены старт республиканским учениям. Акция «Зеленый дворок» в Гомеле протягнули закладку аллеи в новом микрорайоне. Сосветный фестиваль молодых студентов в Сочи онлайн. Порция уражения от делегатов из Гомельской области. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. У Беларуси повышаются пенсии. Отповедный указ подписал президент краины Александр Лукашенко. Документом продуглеживается проведение переразлику працуяных пенсии. Гэта связана с ростом середней заработной платы у республицы. У вынику с 1 листопада пенсии повеличится прикладно на 5%. Так, середняя у номинальным выражений вырасте приблизно до 315 рублей. Нагадаем, у Жнивни середний помер гэтой выплаты склада около 300 рублей. Гэта было прикладно 35,5% от середней зарплаты по Беларуси. Развитие материально-технической базы спортивных объектов региона и развитие туризма. Гэта иншая пытанья. Сьогодняя мерковали удельники выездной коллегии управления спорту и туризму Гомельска Каблова-Канкама. С ситуацией у Галиня ознайомился Олег Сентюроу. Спортивная плясовка с антимодальными тренажерами УОВЕЦА будуется у рамках проекта, який реализуется по программе развития Организации Беднанных Наций. Ее кошка 27 тысяч долларов. Официальная плясовка будет сдадена в эксплуатацию простыдень, а местовые школьники занимаются тут уже зараз. Для областного управления по спорту и туризму гэта плясовка перш за всю приклад успехового притягнения инвестиций. Необходность экономии бюджетных сродков не означая отмыват развития материально-технической базы, при том, что таки приклад на гумышлене не одины. У тым же Ветковском районе с допомогой инвестиций навод филеял специализованный дитячо-юнацкой школы Олимпийского резерва открыли. И еще совсем недавно гэта будынок не просто не выкористовывся. Его стан был таким, что уявлял реальную небезпеку для жахаров вёски. Для наведывания гэта объект на выездной коллегии областного управления спорту и туризму заплановали не вопадково. Гэта приклад одночасового и притягнения позабюджетных сродков и поспехового выкористания майомости, якая ранее не приносила ни якой колеси. Ясчэ один приклад для переймания с гопыто школы – развитие платных послуг, что так само допомогает одновлять материальную базу. Небюджетом мы зарабатываем деньги только на тренажерном зале. Но сейчас у нас одно множество появилось, опять же, благодаря управлению спорту и туризму мы открываем наш фитнес-зал. Уже потихонечку наши женщины, наши девушки начинают ходить, всё это уже пробуют на себе. У областном управлении спорту и туризму означают, что при наявности сучасной спортивной базы можно оказать и в развитии спортивного туризма. Особливо, коли установы Галины будут спрацевать у кооперации с санаториями и базами отпочинку, минавито тут примают амаль полову туристов, яке наведуюсь Гомельскую область. Оздоровленчий и медицинский туризм сегодня наибольшу популярны. Другая полова – так званые транзитные туристы, т.е. бизнесмены и паломники, яке знаходятся в Беларуси проездом. На жаль, сегодня развитие туризма у регионе у значной ступени, стремливая недоход месту для якостных отпочинку, т.е. коммунальные гостиницы часто не отповедаются навыд минимальным потребованиям. Ситуацию выратовывают головным членам Агрося Дибы, 50% за яких премиум-класса. Гэтую проблему придется выражать у любым выпадку. Замеченные туристы всё больше активно начинают открывать для себя Беларусь, и гэтый шанс не обходно выкрасывать в користью для региона. Наш показатель по 9 месяцам мы ожидаем в районе 111-115%. К уровню прошлого года это при плане 103,6% довольно-таки неплохой результат. И здесь приятно отметить практически все регионы с этой программой и с этой задачей справляются. Одек Сентяров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». У Беларуси начались командно-штабные вучения по реагованию на радиоцинные аварии з уделом органов управления и силы у державной системы попереджения и ликвидации надзвычайных ситуаций. Первый этап – посаджение представников ситуационного штаба и комиссии по надзвычайных ситуациях в Гомельской области. Комплекс задач и необходимых действий обмеркивается на селекторе из Минска. Вучения имеют республиканское значение и закликаны допомогать отказным службам и ведомствам до автоматизма отпрацовать алгоритм действий в вынику радиоцинных аварий и техновенных катастроф. Значимость этих учений обусловлена строительством белорусской атомной электростанции. Просчитываются различные варианты функционирования, в том числе, возможно, какие-то аварийные ситуации. Кроме того, за пределами нашей области находятся следующие атомные станции, как Ровенская на Украине, Смоленская станция в России. Естественно, мы готовы должны быть к реагированию на различные чрезвычайные ситуации, которые там могут случиться. В Гомельском областном управлении посяжение проходило с уделом наместника старшини Гомельского облаконкома Владимиром Горбачевым и керавниками ведомства, которые имеют дочинение до мероприемства. У областных центров уступные задачи по вучениях уже поступили. Далее их отримают на одном из програничных переходов, а так само в Житковицком, Кармянском, Речицком, Светлогорском и Хойницком районах. Возложены значительные задачи на коммунальные технические службы, в частности по обеззараживанию одежды, по обеззараживанию населения. Проводится комплекс мероприятий, дорожные службы участвуют, в частности по развертыванию санитарно-обмывочных пунктов. Проверяется готовность пункта выдачи средств индивидуальной защиты со складов резерва для населения, которое попадает в зону поражения. Ну и реализуется комплекс других мероприятий. Сегодня у Хомили прошло черговое мероприемство в рамках акции «Зеленый дворик». И на продуглеживо высадку древ у новых микрорайонах шмат поверховой жилой забудовы и у целом усюды, где потребуется додатковое зеленение. О подробностях доброчинного проекта доведались наши корреспонденты. З идеи проекта «Зеленый дворик» прикладно год тому выступил депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Олег Левшунов. Инициативу подхапили и иншие члены депутатского корпуса, а так само волонтерские отрады навучальных установ, БРСМ и Совет ветеранов центрального района Гомеля. У вынику старт акции «Зеленый дворик» был обвешенный весной этого года. Дады мероприемство пройшло у рамках агульногородского месячника по добру парадковании. Первые партии высадженных древ стали полсотни кленов по улице Чачирской. На этот раз активисты высадживали ясени, так само, когда 50 саджинцев, которые по сутности стали протягом аллеи за кладиной весной. Почему вообще эта акция? Учитывая сегодняшнюю ситуацию в микрорайоне новостройки, они активно застраивались, а зеленения маловато, поэтому мы приняли такое решение. Как видите, сегодня и погода располагает, поэтому, наверное, мы не зря пришли сюда, чтобы провести вот такое мероприятие. Дорогие, халовным аргументом для выбора мест, будучи халей, служить необходность компенсационных посадок после будовництва жилых домов. При этом уличиваются и техничные нюансы, такие, как отсутность у земли коммуникации. Тому, как правило, место высадки древ узгодняют заходя с коммунальными и санитарными службами, саджинцами сбеспечивая предприемство «Червоный гвоздик». По словах организаторов, акция особливо приемна, что жадание посадить древо в родном районе выказывают и местовые жахары. Я хочу сказать, что я живу в этом районе уже больше 10 лет и сама являюсь мамой двоих детей. И мы очень часто гуляем здесь, мои дети катаются на велосипеде. И, конечно, очень приятно, когда наш район чистый, красивый, облагороженный, зеленый, замечательный. Я уверена, что те деревья, которые мы посадили сегодня, будут нас радовать и в будущем. Спасибо депутатскому корпусу, детям нашей школы, волонтерскому отряду, организации «Красная гвоздика» за предоставленные саженцы. Ну и всем местным жителям, которые проявили участие, сегодня поучаствовали в этой замечательной акции. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомеля» протягивается кампания по массовой вакцинации от гриппа. И она завершится первого снежня. До этого часу необходимо пришепить 40% от огольной колькоси же хоров областного центра. Вакцинация на сегодняшний день – самый эффективный и надеянный способ боротьбы супротивирусных инфекций. Усяго одна пришепка и организм человека оборонены на некольки месяцев. А для того, как захворювание на грипп не было массовый характер, необходимо, как в эту процедуру пройшла максимальная колькость людей. Вырабатывается так называемый коллективный иммунитет, когда вакцинируется определенное количество населения. Ну и вероятность, конечно, заболеть гриппом, а самое главное – осложнениями минимальны. Сегодня пришепку от гриппа зарабили и головный урач центральной городской поликлиники Катярына Цитко, а так само головный державный санитарный урач Гомеля Миколай Рубан. Узять их приклад может кожный у любой поликлиницы города с 8 до 20 годин. Процедурные кабинеты працуют и в субботу. Бесплатно вакцинацию проходят дети, пенсионеры и люди с хроничными захворваниями. Для тех, кто не трапляет в эту категорию, могут зарабить пришепку на платной основе. Я на кашту от 8 до 14 рублей. В эти дни планета Сочи за найбуйнейшей падеей у сферы международного молодежного взаимодействия с усветным фестивалем молодых и студентов, который сейчас проходит в Сочи. Его удельниками стали больше 20 тысяч молодых людей со 150 краин света в возрасте от 18 до 35 годов. Нашу краину представляют 300 человек. 25 – их делегация Гомельской области. У планах наших земляков презентация студотрадовского и волонтерского руха, распрацовок молодых белорусских новаторов в рамках проекта «Стоиды для Беларуси», а так само белорусских традиций и досягнений Украины в разных сферах. Дареши обходим мероприемство в фестивале «У молоди» распавядая в режиме онлайн. Некальки их виды о привитании убачим прямо зараз. Добрый день, Гомельская область. Меня зовут Кирьянов Максим. Я участник Всемирного фестиваля молодежи, проходящего в городе Сочи. Нас поразила своей грандиозностью церемония открытия и поднятые вопросы на ней. Прямо за мной находится экспозиция Республики Беларусь, которая пользуется просто огромнейшей популярностью среди всех гостей и участников этого форума. Друзья, это просто нечто. Сегодня был мастер-класс Безрукова. Вечером я иду на мастер-класс Бондарчука. Вы представляете, все это здесь, друзья, все мировые звезды. Также здесь просто огромная, широченная площадка Республики Беларусь. Привет, Гомельская область и Сочи! У Гомеля отбылся концерт камерного хора областной филармонии «Я памятую месячную рапсоду». Наведывальники отрымали ширую асалоду от классичных композиций у выкананне талиновитого коллективу под керавництвом заслуженного дейчо-культуры Республики Беларусь головного дирижора Олены Соколовой. Наши корреспонденты так само не обмянули увагу гэтую культурную падею с подробязностями Вероника Ворошилина. Перед початком концерта камерного хора у Гомельской областной филармонии вельми шматлюдной, паусюльпайной атмосферы, особливой доброзрешливости. На выступлении знакомитых артистов гости вечера приходят доволе загадя зусимнего подкова. У картины галереи Гаврой Лавашенки зараз протягивается суместный с областной филармонией проект «Муз-Арт». Ему закликаны просустричи с вядомыми музыкантами Гомельшины у атмосферы картин талиновитых мастаков, дарить наведбольникам незабывные эмоции, уражения и пополнять их культурный багаж. Должен был запущенный летость, его программы «Зауседы» проходит за аншлагом. Выкористаются великой популярностью гомельчан. У тех гостей, тех друзей, которые приходят к нам часто, и особенно на этот проект, у них есть уникальная возможность соприкоснуться с музыкой, с живописью, потому что искусство, оно многогранно. Я хочу сказать, что, конечно, наши партнеры Гомельской областной филармонии молодцы, потому что и только совместно сегодня можно дарить радость людям, можно дарить искусство не только жителям нашего города, но и, конечно, гостям, которые посещают наш город. На этот раз у картинной галереи Гаврила Вашенке разгорнулася музычная программа «Я памятую месячную рапсодую». Серые концерты – «Хоровые вечары» Алены Соколовой. Глядачы окунулись в незабывный свет глубоких классичных и ярких джазовых музычных творов, неполторных шедевров русских и замежных композиторов, которые створяют атмосферу, возвышенность и узбогачают духовно. Выконании камерного хора областной филармонии под керавництвом заслуженного деяча культуры Республики Беларусь главного дирижера Алены Соколовой слухачи смогли очуть всю глубину и притягальность пропонованной музычной программы. До речи, миновита разностайность репертуара и высокое выканальницкое майстерство зарабили гэта талиновитый коллективу и адомом не только в Беларуси. Под аккомпанемент без конца гашлейфа аплодисмента у гомельских артистов проймают у самых разных краянах света. Камерный хор областной филармонии заусюды, дорож, слухачам музыку саправдную, выдатную, якосную. У нас каждый концерт разный. В декабре у нас будет концерт, который будет посвящен 260-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Там мы исполнять будем произведения и вместе с оркестром камерным, вот отдельно капелла, а во втором отделении этого концерта соединятся все артисты, камерный хор, камерный оркестр и солисты. И будет всемирно известное произведение исполнено, это место Бревис в шести частях. Сустречи с ведомыми музыкантами Гомельской областной филармонии у картинной галереи Гаврила Вашчанки планують проводить и далее. На думку организаторов, творчий проект «Муз-Арт» – это выдатная пляцовка и для культурной осветы, так и для своей особливой релаксации празмастатства. Вероника Ворошилина, Йоген Макин, котель, роду и компания «Гомель». ГТ и инши новини вы можете знать на нашем сайте у интернеті по адресе. www.tvrgomel.by Далей у эфиры спортивный агляд. З новинами спорту Вас познайомить Михаил Садовский.